санат графа непостоянно ну там нажимаешь у тебя над граф ну вот и че там еще а ну и нужно чтоб квадратов было поменьше ну там настройки определенности вроде как бы я в курсе наверно когда быстро двигаешься ну вот да если быстро двигаешься то скорее все квадраты павлять а так в принципе хорошая качество я понял комментировать мог вроде как бы здесь он когда двигаешься быстро с трудом парижа ангельчина закончилась так на хочешь нам подключиться идет еще идет ой отлично то сейчас стим запускается сейчас обновление ты будешь качать обновка вышла а у него теперь новый модный канал целый мегабит настоящий нифига себе у меня 100 мегабит все лето представить 100 мегабит ништяк конечно не выключил эту услугу какая мапа что происходит кто мне ответит что происходит а когда спрашивают во время игры у одного чувака обновилась игра Да. И он не смог зайти. Ему потребовалась замена, если у всех обновился сервер еще на старый. Вот. И поэтому мы сделали перерыв. И обновили что-то? Да, перерыв вышли, я обновил сервер. Ну, значит, здравствуйте, дорогие зрители, которые дотерпели вот до этого всего. А трансляция началась, да? Да. Да, я думаю, уже идет трансляция. О, дорогие зрители, я объясню, кстати, почему-то я ушел. Я не шкалота, которая отправилась спать просто. Мне надо было в душ сходить, и к тому же у меня очень, так сказать, строгие отношения с родителями. Поэтому надо было уступить компьютер на время. Собственно, я этого не стесняюсь. Кого это волнует, собственно, идите нахер. Ну, да, в прямом эфире, конечно, стоит выбирать немножко более мягкие выражения. Нет, правда, идите нахер. Ладно, ночь, наверное, остались одни взрослые или нет? Да, ну, ребята могут посмотреть запись, и там в записи еще могут услышать от меня направление. Так, ну, насколько я понимаю, здесь вот веселые ребята, как Файрон и Булкин. Вот. Собственно, Булкин становится гораздо веселее, когда к ним присоединяется бешеный Файрон. Вот. Ну, и я, кстати, это... Это не Булкин становится веселее. Да, это Булкину становится веселее. Так, а кто нас смотрит вообще, отпишитесь мне, пожалуйста. Мне очень интересно просто. Если такие люди вообще есть, которые вот ради вот этого согласны были потерпеть. Да, отпишитесь Маусу, потому что я закрылся без френдов. Собственно говоря, дорогие френды, кто там смотрит, вы хотя бы имена-то себе приличные выбирайте. А то, как очень некрасиво, когда они выскакивают в прямом эфире. Ну, все, команда пишет «Ради», выходят. Первая атака. Ханк уперся в заборчик. А, и фейл Ханк, да, Ханк снят. И пливаешься, нету пливаешься, по сути. Да, это Бумер ред не нашел. Не, Бумер с Громом, а не, скоро будут меня носить. Я прям представляю, как они просто берут, короче, высшую и заталкивают его в воду. Так вот, типа, иди, и давай. Иди купать. Да, да, да. Даже немного повеселел, услышав Маусу голос. Это мой очень старый знакомый. Так, ну что, Кура снят достаточно быстро. Тот еще, ну бах. Ну, я буду более корректным по отношению к Тимам. Что, есть Жакей, есть у нас плевающийся, толстый. Нет, это Хантер, прошу прощения. Хантер, плевающийся, Кура и Жакей. Можно достаточно хорошо потрепать. Сейчас вызовший. Хант начинает. Прейл Хантом. Толстый. Ну, заблел двоих. Да, неплохо. И Жакей просто попрыгал, попрыгал и сдох. Ну, видимо, он отвлекал как раз. Мне кажется, подагра пяток, на самом деле, сыграл здесь свою роль. Просто подкосились ноги, и тут раз, и сердце отказало там. Где пятки, там и сердце. На самом деле, мне кажется, кто-то перепутал. Должны за выживших сейчас играть команда, но увы, если я не ошибаюсь. Ой, да, там уже эта путаница несколько раз происходила. По сути, потом просто посмотрим сумму очков. Вот, да. Для тех, кто подключился, там, скажем, с середины или с самого конца, напомню, что команда, ну увы, ведет порядка 600-700 очков. А, уже так, да же, отлично. Да, да, да. Ведет именно 675 очков. И должна начинать первый, и вот команде Мистер Стим нужно, на самом деле, сейчас уплывать с максимальным количеством выживших, чтобы иметь хоть какой-то шанс на то, чтобы... А, вот, Рошель, АФК, паузу, паузу, паузу. Вот, закончим. Сейчас вот, какой-то иметь шанс, чтобы выиграть этот матч, так что им нужно сейчас уплывать, а не то, что они сейчас пытаются здесь делать. Курила, танк, зажимают, Рошель, КФК. Переигруй карту, да! Даешь переигровку. Компанию. Компанию, да, даешь переигровку компании. И тогда очень весело будет. Тогда мы закинемся какими-нибудь веществами, и будет вообще очень весело. У меня уже вещества кончаются, вот, последние половины бутылочки. Вещества. Че? Теперь это у вас. Ты соски себе повыкручивай, тоже помогает. Помогает, ты знаешь. Идите вы туда, куда вы послали нас в начале, как раз, в трансляции, в последней части. Ты попробуй, вдруг тебе понравится. Нет, не думаю. Вот, раз, в тишке. Да, да, видишь, Фир пробовал. Фир, они кулируют, и все, пацаны. Насколько я знаю, Фир пробовал вообще очень много чего. Не будем переходить на личности, я рассказываю. Мне нравится, главное, было АФК Манео, в смысле, Рошейка, а вылетел Факир. Логично, да? Чувствуете? Не, ну я вижу, и Манео перезаходит в игру, на самом деле. Да? А у меня он, ну, наверное, потому что паузу, я не могу адекватно сказать. Так, что здесь у нас? Ты вообще можешь что-то говорить адекватно? Да, вот я сегодня писал экзамен по-русскому, написал на 4. Для десяток классов, не для одиннадцатых. Я же сказал так. У нас переводной экзамен, если так вот интересует. Ну, чтобы занять паузу, естественно. А всем наплевать на твои экзамены. Да, я знаю. Также всем наплевать на то, что ты старый, я бы сказал, детственник, но это неправда, я думаю. Все-таки ты нашел ту куклу, которую я тебе подарила Новый год. Но опять же, это неправда. Вот. Ты говоришь, что ты не будешь переходить на личные темы. А кукла это не личность. Фира, она надувна, она не настоящая. Очнись. Когда ты мне ее передавал, ты ей дал имя. Имя? Иренша. Фируша, может быть? Иениш, ты. Так, ну что? Тоже палить мое имя. Тут у нас анпауз, и Разин отхватывает от танка, кстати. Да Разин сейчас ляжет уже под натиском танка. Да, достаточно красиво прикулили Эдисону. Чередная пауза? Да, снова пауза. Во время чередной паузы я обберу суперклеи у своей кошки. Она пыталась приклеить булкина к столу, я так подозреваю. Собственно говоря, этот суперклеев у меня уже обмазался всю руку сегодня, когда я готовил трансляцию. То есть, понятно, да? Обязательно при готовке трансляции нужно добавлять суперклей, ребят. Конечно. На самом деле, я буду писать тогда в новостях на ВСПлей, что нужны люди с хорошим интернетом, компьютером и умением обращаться с клеем. Да, да, да. Я по третьим критериям уже не прошел. Да, рестарт-карты, да. Ну, хорошо, хоть не компания. Манео постоянно требует рестарт-карты. За сегодняшний матч он потребует уже распятый, наверное. Ну, мы, конечно, можем спросить у Судьи по поводу постоянных вылетов, но только с согласованием команд, мне кажется. То есть, если вторая команда согласится на рестарт, то да. Если нет, гага. Судья, голос. А Судья, я так подозреваю, уснул. Нет, здесь онлайн, но, скорее всего, нет. Я прям представляю, как, знаете, вот Антарес такой... Мне, кстати, пишет. Кстати, ты послушай, я прям представляю, как Антарес, знаешь, вот в парике в этом белом напудренном, в черной мантии такой с молотком сидит, стучит сейчас вот это вот по столу. Ну, пусть он стукнет молотком, но скажет свой вердикт, на самом деле. Ну вот, пусть он тебе скажет, что, видишь, он мне не пишет. Интересно, сколько нас смотрят? Сколько? Три человека. Антарес, Хелли. Демон. Вот еще какой-то брустер нас смотрит. Нет, все-таки кажется, ребят, что вот такая вот игра не стоит вот таких вот мучений. Это не приоры с интернами, вчерашняя игра, где по вине великого судима я не мог комментировать. Вот, на мне лежало проклятие Антареса. Открою тебе вообще жуткую тайну. На самом деле, Антарес просто тебя заглушил и говорил, что он пытался тебя разглушить. Ну это обидно, блин. Ты его просто настолько надоел, что ты даже заглушать не хотел. Так это все, мол, было бы прям то, что в Антаресе проснулся человек, он не хотел меня обижать? Лучше бы он меня послал, было так гораздо намного проще. Не было такой геморрой с переустановками различными, мам был с моей стороны. Так, зачитываю правила. 7.1 правило. Случай разрыва связи с одним или несколькими игроками. Матч должен продолжаться. Команда, которая потеряла одного игрока, может сделать замену один из своих запасных игроков. В взаимной договоренности команда могут остановить игру и дождаться вылетевшего игрока, включив паузу в игре. Тем самым переигровки не будет. Вердикт. А, у них тоже повис, глянь. А сейчас, сейчас... Не, Фир, вот сейчас, я думаю, все-таки, ребята, давайте что-то набрасывать на вентилятор. Всем известное вещество. И, возможно, переигровка карты будет. Если с обоих сторон будет обоюдная. Согласен. Это прям, знаете, как секс несовершеннолетний. Это уже эта договоренность. Я говорю, как секс несовершеннолетний. То есть, если по договоренности, изнасилования нет. У нас уже наступил следующий день. В некоторых он еще раньше наступил. Фир, а 10 пауз можно от зрителей спрашивать? Да почему бы и нет. Мы готовы сидеть ради наших трех-терезлизерей и до часа, и до двух ночи. Ничего страшного. У нас нет личной жизни. У нас нет работы, кошек и всего остального. Мы вообще абстрактные несуществующие существа. Готовы тратить свое личное время на вас. Смотри, Манава выклупился. Убежал от чарджера. А он же был в текстуре, подожди. Упал. А как же текстура? Минус один. Ну, это ГГ. Ну, если честно, на самом деле, особо шансов у Новой, ой, у Мистер Стим не было. Нибо разрыв 700 очков, сложно тут. Да, это не фаерплейд, а просто издевательство со стороны двух команд по отношению с зрителем. Я прям представляю, как они взяли в заложника Булкина и заставляли его это показывать. Супер-клеем, намазом кресла. Да, да, да. Ребят, если все-таки были дети на протяжении всего этого или беременной женщины, приносим личное извинение вот за это вот. Надеюсь, Вик нас не смотрит. Нет, я думаю... В твоей красной футболке. Я думаю, Вик уже просто удалил Леву давно. Все-таки вот сейчас можно сказать, что мне не нравилось, как комментировал, как он в моей зажигательной коммендаторской речи вводил какую-то свою капитанскую чушь. Фух, вы говорите. Красную. Красную капитанскую. Да. Ты прям, как американцы во время холодной войны говоришь. Так. Кружок, Антон, на агентстве. Так, ну что, Курат, Апсул, рукопастный, неплохо, по-моему. Это атака более удачная. Под жопочки идет раздавать. В итоге Т достаточно сильно потрепан, мне кажется. Это Тоха. Тоха? А вот это похоже на Т-минус, например. Это Т-тире. Перезаряжаю. Это Т-тире? Это Т-тире. Нет, все-таки это Т-тире. Т-тире, черточка более длинная. Я думаю, это не так страшно. Потому что я попробую все-таки встать, наверное, на минус, посмотреть. А, да, это ребята косят неудачно под Аметиса. Вот Аметис это звонкий звук Д, а Т это глухой звук Т, сами понимаете. Так, Хан с Жакейм очень синхронно. Посмотри. Опа, практически забрали. Красиво. Мне очень понравилось, очень синхронно сработает Жакей с Хантером. И Кура, может, немножко опоздал в итоге. Но видно, на самом деле, что команда очень подготовлена. Ну, как бы, слаженно играет. То есть, как бы, каждый прыгал на своего персонажа, и все довольно-таки красиво было одновременно, скажем так. Так, ну, у нас уже вот товарищ Т полечился. Будем называть его Тохой. Может, у меня плохая дикция, поэтому я буду называть его Тохой. Ну, в принципе, Аметис и есть этот русский парень Тохо. Да. Почему за Эльц и не играет парень с именем Жанна, это, например. Машина, по-моему, была бы логична. Я, наверное, переключаюсь на танку. Ну, а так, у нас заблеванный тренер, короче. И танк, кстати, тоже заблеван. Ну, так, ну что. Да, по-моему, сейчас тренер занят стреливанием мобов. Вот этих аккуратненьких... Кстати, заметьте, даже зомби-строители в Америке живут лучше, и это лучше, чем строители... Живые в нашей стране. В основном. Такс. Обычно наши строители это гости. Ты это по наушникам, что ли, судишь? Или почему? По жилетке, по наушникам, по шляпочке. Да, у них даже джинсы есть, ё-моё. Я не расист. Просто гораздо лучше. Это национализм, национализм тогда, если на то пошло. На самом деле, наши красные карты мне больше нравятся. За именем патриотов. Он... у нас... Или товарищи в настоящем. Да, и очередная пауза. Что на этот раз? Вылет. Ничего страшного, мы подождем. Нас здесь просто нет. Вообще, мне непонятно, почему танк занимал там такую позицию. То они настолько берегли машину, что решили слетить этого танка. Понимаешь, вот мне... Спасибо вам, зрители, за то, что вы готовы терпеть вот подобные вещи. Да хватит даже извиняться. Да ну, мне жалко их, на самом деле. Наши, знаешь, кстати, момент-то. Какой? Фишка в том, что... Шалей, на самом деле, тебя, потому что они могут спокойно взять и выключить все это. А тебе придется на все это смотреть и ждать. Вот. Не, ну, конечно, тебя может спасти бабушка, которая... А, ну, зачем ты рассказал об этом? Так. А, кстати, вот машина достаточно достаточно заброшена. Ну, собственно говоря, претензию Файрону. Рассказ был не для прямого эфира. Так что будем бить морды ему, а не мне. Я что-то... Не, я не могу этого пить. Вот. Ну, в принципе, после того, что он сделал с Виком, и, как можно заметить, бывший игрок команды Фрегус Магнелл уже неделю не появляется онлайн. Вот. И это все делал руку Фирена, бойтесь его. И ни в коем случае не рассказывайте какие-то личные тайны свои. Заблев толстым, достаточно красивый сейчас будет. Нет, к сожалению, не очень. И, опять же, синхронно сработали... Там, где ловят Зеленова. Интересно, они сидят, учитывая то, что Рашелька фактически контролит трех игроков, а трех сидят у стенки. Да, ребят, надо будет все-таки подготавливать темы для разговора во время матча, потому что очень тяжко у нас вот этот матч особенно пошел. Серьезно, если бы знал бы, не предлагал бы транслировать. Надо перезарядиться. Ничего. Это даже немножечко нудно. Крещение, первая кровь у него такая вот боевая. Ну, собственно говоря, первый наш матч на ВСПЛЕ тоже был с командой, в которой играл Монео. Ну, и, собственно говоря, Монео все нам грозил ТП, ТП. Вот, да, даже пришлось Антараса привлекать, собственно говоря, к тому, чтобы успокоить. Начинающий нуб Батима и НДА, который продал несколько матч, достаточно хорошо начинал первый матч, они выиграли у Мистерсов, насколько я помню, да? Вот, мы молодцы. Ну, ничего. Мы начинающие, мы нубы, мы будем тренироваться, мы тренируемся. Кстати, у нас здесь танк, уже который потерял 30% КП. А тачек там уже нету. Ну, он отстрелил с Калашей, и, как бы, нет, есть сзади тачка одна, но она очень далеко, и... Пока он за ней дойдет, у него ХП все салют. А вот у него уже 50% ХП нет. Танк, эээ, фейл камнем, слизь, может быть, неплохо. Да нет, и ты просто закинулся с таблетками. Что, ну, танк уже нету. Ну, танк много ничего не сделаю, потому что у команды трое аптечек, четверо пилцев. Ну, потому что я не уверена сливать, передаем контроль. Да, ты прав. Ну, понятно мне эта позиция танка, самоубийственная просто. Ну, как бы, если давить на бонус, если бы здесь было дело в бонусе, может быть, здесь что-то можно было бы делать под атаке за Грома, хорошо, как Т1. А так... Эй, Гром собирался подходить к расширению. Гром подорвался. Да, они торопятся. Ага, очень хитрая Атака Грома. О, так, есть у твоих. Сизо, забрал. Ну, это немножко их задержит. Да, да, да. А там, где у нас танк? Далеко у нас танк? Я не вижу. Так, да, одинаково-таки, но... Ну, успеет ли или не успеет? Ну, успеет, куда он денется. Такс. Первый, смотри. Сколько? Сколько, сколько уплывет Квиржелов? Ну, выбрасывай. Выбрасывай, я тебе верю. Хоть ты засранец, металл, я угрожал там КП. Ну, это очень мало КП. Уже тысячи... 1800 учитывается, что вот только-только корабль приехал, все, КАР. И, в принципе, дядька Фарикеер. Команда «Ноуэйв», может быть, уехать их четвером. Ну, да, уезжает четвером. С хорошим ХП, по-моему. С двумя аптечками, это неплохо. Видишь, они не стали сразу залезать в лодку, они убили танк, и потом спокойно в четвером зашли. Хорошо, молодцы, ГГ. А сейчас надо сделать вот такую музыку. И будем слушать, что говорит Антарос, если он будет что-то говорить. Кто в итоге-то выиграл? В итоге выиграл я. Да, это меня там интересует. В итоге выиграла команда «Ноуэйв» с довольно-таки большим разрывом. Разрыв будет составлять порядка полутора тысяч очков. Ну вот, и я не знаю, до этого говорили в начале трансляции о том, что это переигровка матча. Из-за того, что за мистер Стим в первой игре играл игрок Шепард, который параллельно участвует в команде «Интерн», которая еще не убила. Шепарду главное убивать! Шепард, главное за кого-нибудь играть. Я сейчас самое главное расскажу. Помнишь момент, когда играли Team Beauty против United Alliance? И там замечательный момент был, когда у United Alliance парень пошел спать, и мне пишет Шепард, который требовал зайти и продолжить играть за United Alliance. Ну да, не, я скажу на самом деле, что это была переигровка матча, и команда «Новэй» собралась и переиграла довольно-таки. Красавцы. Да, молодцы, полторы тысячи разрывов – это хорошо. Ну что, будем смотреть дальше игры. Получается, что команда «Мистерс» вылетает с турнира, «Новэй» проходит дальше. Ну что ж, ребят, и теперь, как можно заметить, у нас есть два транслятора, даже не что-то эфира, «Булкин», соответственно, и «Янтаро». Ну, мы все тут ноль трансляций. Ну ничего, мы тогда сможем прийти, блин, я хочу с тобой протранслировать игру «Тим Бьюти» или какую-нибудь вообще бешеную игру, где мы можем, соответственно, сойти совершенно с ума и повеселиться от души. Нет, когда я буду с хорошим настроением и буду дарить всем свои положительные эмоции, может быть, достану что-нибудь из своего прибрежного шкафчика для большей. Главное, чтобы не штанов. Вот, шикарно будет. Ну, давай заканчивать, наверное, уже все. До новых трансляций, до новых встреч. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока, девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова